Всем привет! Вы на семейном творческом канале. С вами я, Лёля Вашивальщица. И сегодня мы с вами снова поговорим о вязании. Сегодня я вам расскажу, что я вяжу и из чего я вяжу. Да, поглотило меня в последнее время вязание с головой. Я вяжу, вяжу, вяжу. И сему виной Иришка, которая вот просто меня подсадила на спицы, так сказать. У меня уже столько идей в голове, хотя повторюсь, что вязать я пока не умею и только учусь. На своем экране вы уже видите вот такие клубочки ниточек. Это хлопок 100% мерсеризированный, производство Италия, Габи. Это цвет пудра. Он такой нежно-нежно розовый. Номер цвета 1073. В 100 граммах 170 метров. Что такое мерсеризированный хлопок? Это хлопок, который специально обработан. Он вот такой вот, видите, с блеском, такой более блестящий. Волокна хлопка обрабатывают едким натром. В результате чего увеличивается прочность материала и его способность к окрашиванию. Мерсеризированный хлопок имеет гладкую блестящую поверхность. Он внешне напоминает шелк или синтетику. То есть, видите, он вот так вот поблескивает. Обычный хлопок, он более такой, скажем, матовый. А вот именно мерсеризированный хлопок, он с блеском идет. И при этом мерсеризированный хлопок, он обладает более хорошей прочности. Он такой мягенький. У него более устойчив цвет. Это очень хорошая пряжа, которая хорошо держит форму. И после стирки, если его там помять, то изделие оно совсем не мнется. Что касается по уходу за изделием, то стирать его нужно, конечно же, при температуре до 40 градусов. Гладить при температуре до 150 градусов. Обязательно через какую-то ткань влажную. Конечно же, не рекомендуется использовать сушилку или машины отжим. Ну и не применять агрессивные средства для стирки. Скажу одно. Вяжется эта ниточка, ну, можно сказать, достаточно легко. Единственное, что, конечно, нужно иметь удобные спицы. Потому что хлопок это вот такие вот пасмочки. И нужно подцеплять именно всю ниточку, не разделяя, не втыкаясь. Потому что если, вот видите, немножечко, буквально не туда войти, то хлопок разделяется на пасмочку уже. Ну, я уже приноровилась. Тем более, Иришка, которая меня обучает в вязании, помогает мне огромное ей спасибо, дала мне очень крутые спицы, которые я вам сейчас покажу. И вязание мое пошло как по маслу. Значит, и сейчас я вам покажу, что у меня уже навязалось. Я не так давно начала вязать его, мою жилеточку. Ну, наверное, может быть, недельки, две, три. Но, девочки, пять раз распускала, пока осваивала рисунок. Хотя рисунок на самом деле очень простой. Просто немножечко там я недопоняла в одном из рядков. И начала неправильно вязать, вот где-то, наверное, вот так вот связав целый моток. Мне пришлось это все распускать. И распускала я дважды, девчонки. Но в итоге рисунок я освоила. Посмотрите, какой классный, шикарный рисунок. Называется он ракушки или пружинка. Видите, рисунок он вот пружинит. И, кстати, ссылку на мастер-класс этого рисунка я брошу в описании. Рисунок действительно очень легкий. Иришка уже сняла видео мастер-класс на этот рисунок. И в описании вы увидите ссылочку на этот мастер-класс. Все очень понятно, все очень интересно. И вяжу я на спицах с утонченным кончиком. Вы посмотрите, видите, кончик он такой длинненький и более тонкий. Спицы я взяла 3,5. Хотя по пряже тут рекомендуют 4,5. В общем-то, спицы Иришка мне посоветовала взять 3,5. Я вяжу достаточно туго, девочки. У меня тугая вязка, но вот именно в этом рисунке, видите, здесь вот такие как бы вытянутые петельки. Вот они, видите? И именно вот в этом рисунке, конечно, стоит соблюдать плотность вязки, чтобы петельки были приблизительно хотя бы одинаковые. И вот, в принципе, связав 5-6 рядов, я уже поняла примерно натяжку свою. И вот у меня вроде бы так все ровненько получается. Немножко отвлечемся вот на эту мурзилку, которая не так давно появилась в нашем доме. И она просто измучила нас уже всех. Она такая шкодина растет. Может быть, то, что пока маленькая, она требует к себе такого внимания. Я уже забыла, что такое маленькие котята в доме. Дети, котята. И, в общем, это ужас. Девчонки, что она творит? Ничего не дает. Ни видео снять, ни повязать, ни повышевать. Она везде и всюду за мамкой. Я мою посуду, она висит у меня на халате или на штанах. Я что-то готовлю, она висит. Я села вязать, она рядом. Если она остается одна, начинает безумно плакать и мяукать, что вот, ай, вы меня бросили, я одна. Хулиганка еще та. И вот я сейчас села снимать видео, и все. Ей нужны ниточки, ей нужны пакеты. Она лезет, она прям, ух, все руки исцопаны, искусаны. Не только у меня, так что не обращайте внимания. Вот так вот отвлеклись немножко на мою малышку. Вяжу я на спицах Адди 3,5 с утонченным кончиком. Вот такая вот здесь лесочка. Девчонки, это супер шикарная спица. До того я начинала вязать это полотно на самых обычных круговых спицах. Кстати, леска у меня здесь 100 см. На самых обычных круговых спицах они такие, здесь такие более, кончик у них такой более толстенький. Я их уже убрала куда-то, не знаю. Ну, в общем, самые обычные китайские спицы. Мне казалось, ну, нормально, вроде хорошо вяжется и вяжется. Но когда Иришка мне дала вот эти свои спицы, я перевязала на нее и связала буквально один ряд, я поняла, что это небо и земля. Что это просто шикарные спицы. И да, действительно, она права, что инструменты, конечно, должны быть удобные и правильные. Но не каждый же имеет возможность купить себе спицы за 500 рублей, да. Так что я очень радуюсь, что у меня есть знакомая вязальщица, подружка-вязальщица, которая имеет огромный багаж спицы, которая мне вот дает попользоваться. Еще раз огромное тебе спасибо, Иришка. Значит, у меня довязывается уже третий моток, вот такой вот цвет. Не знаю, правильно ли его передает камера, потому что камера и фото очень часто врет. С изнаночной стороны вот так вот выглядит рисунок. В общем-то, это будет. Все рассказываю, рассказываю и не сказала же, что это будет. Вот сколько связано у меня на данный момент. И на данный момент у меня уже довязывается третий моточек. Повторюсь, в 100 граммах 170 метров. Сначала я изначально заказала себе 5 мотков, но еще я дозаказала 2. Не знаю, сколько у меня уйдет. У Иришки на такую жилетку ушло в районе 6 мотков с обвязкой, по-моему, насколько я помню. Я вяжу точно по ее же меркам. Почему я начала и захотела вязать себе эту жилетку. Иришка вязала эту жилетку, принесла ее на работу показать. Конечно же, я выпустила ее померить. Говорю, Иришка, дай мне ее померить. И когда, девчонки, ну, изначально, когда я увидела, я влюбилась вот в этот рисунок. Но когда я одела эту жилетку на себя, я поняла, что это мое. Что я хочу себе срочно такую жилетку. Она настолько хорошо садится по фигуре, что, в общем, я влюбилась с первого взгляда. Тут же заказала себе пряжу. Пряжа пришла и начала в бешеных темпах ее вязать. Очень хочу ее побыстрее связать, потому что сейчас как раз начнутся такие... Ну, надеюсь, что начнутся все-таки теплые деньки, когда я смогу одеть эту жилеточку. Пойти в ней на работу, в магазин, прогуляться вечером. Вообще, вязаные изделия своими руками, это, конечно же, круто. Потому что все равно, даже если человек вяжет одну и ту же вещь, один и тот же рисунок, все равно у каждого получается немножко по-разному. У каждого своя рука, каждый по-своему вяжет. Плотность вязки разная. И все равно я считаю, что это такого ни у кого уже не будет. То есть это вот такая вот индивидуальная вещь, тем более связанная своими руками. Сейчас очень много людей стало вязать. Судя по тому, как у меня в магазине продается пряжа, люди вяжут. Люди вяжут не только теплые вещи, люди начали вязать все от купальников и до, я не знаю, там, панамки, купальники, платья. Я прошу прощения за шорох, у меня котенок там катает игрушки. Ну и по стоимости приблизительно эта жилеточка мне обойдется в 1500 рублей. Ну где-то так, 1400-1500. Натуральный хлопок, ручная работа. Я думаю, что вряд ли мы в магазине сможем купить такую вещь за такую цену. Мой вязальный очередной процесс. Я сам в голове уже куча новых идей, что бы я хотела связать. Так что Иришке со мной еще очень долго работать, работать, учить, учить и дружить. Вообще это здорово, когда у тебя появляются друзья, близкие тебе по духу, которые могут тебя чему-то научить, которые могут тебе что-то подсказать. Это очень здорово. Очень стараюсь. Вот такой вот краешек у меня получается. Столько вам всего наболтало неинтересного, а может и интересного, не знаю. Еще раз повторюсь, что под видео вы увидите ссылку на мастер-класс вот этого рисунка. Ракушечки его называют или... Ну, в общем, рисунок с вытянутыми петлями. Его все, как мне сказала Ира, называют по-разному. Видите, он вот такой вот, как резиночка получается. Классный рисунок и очень классно смотрится в изделии. Изделие очень хорошо держит форму и очень красиво ложится на фигуру. Если вам понравилось мое видео, мой вязальный процесс, то, пожалуйста, поддержите меня лайком. Напишите мне добрый комментарий, потому что это очень вдохновляет рукодельницу. Вы были на семейном творческом канале. Мисс Аля. С вами была я, Лёля-вышивальщица. Всем пока-пока. До новых встреч.